Приветствую вас на канале час ремонта, в этом обзоре расскажу про газонокосилку Makita ELM4121. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, её оставлю в описании. Буду рад вашей поддержке, комментируйте видео и ставьте лайки. Выполнена в новом прочном корпусе и оснащена надёжным электродвигателем. Режим работы скашивания травы со сбором её во вместительный травосборник «Мульчирование». Комбинированный травосборник прост в монтаже, демонтаже и очистке. Для контроля над степенью его заполнения в крышке имеется встроенный индикатор. Высота скашивания регулируется по 7 ступеням посредством одного рычага. Ручка газонокосилки регулируется по высоте подрост пользователя. На время хранения или транспортировки её можно сложить. Макита ELM4121 простая и удобная в использовании электрическая газонокосилка для скашивания травы на участках площадью до 600 квадратных метров. Для предотвращения случайного включения предусмотрена автоматическая блокировка рычага включения. Чтобы запустить машину, необходимо сначала нажать кнопку разблокировки, а затем зажать рычажной выключатель. Часто и легко скосить всю траву на газоне площадью до 800 квадратных метров. Газонокосилка Макита ELM4121 с мощностью 1600 Вт и шириной скашивания 41 см поможет быстро обработать весь участок. Травосборник объёмом 50 литров даёт возможность косить долго и без перерывов на опустошение контейнера. Высоту скашивания вы можете выбирать самостоятельно. Она регулируется с помощью одного рычага в 7 положениях от 20 до 75 мм. Благодаря центральному рычагу оператор может одним движением установить необходимую высоту скашивания. Функция мульчирования. Можно приобрести заглушку отдельно и использовать скошенную траву в качестве удобрения. Боковые направляющие. Обеспечат чистое скашивание травы вдоль забора и возле других препятствий. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. На колёса налипает малейшая грязь. Нож тупеет быстро. Нужно следить за проводом питания. Много травы забивается под ножами. Привод ножа не прямой через ремень. Теперь перейдём к положительным. Мощная, не тяжёлая. Косит просто восхитительно. Очень радует металлический корпус. Легко собирается. Мульчирует хорошо. Удобная, практичная. Не шумная. Не нужно заводить как бензиновую. Срезы ровные, газон опрятнее. Обратная связь важна для меня, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале Час ремонта!